Всем привет! Продолжаем главу «Жадные алгоритмы» и сегодня урок у нас называется «Кодирование Хаффмана». Мы будем с вами сегодня пытаться строить оптимальный бинарный код для сжатия данной строки. Более формально нам на вход дана строка S, и мы хотим каждому ее символу присвоить бинарный код так, чтобы после того, как каждый символ мы заменили на его бинарный код, получилась как можно более короткая бинарная строчка. Это не единственный, конечно, способ кодировать строки, но один из самых простых, и уже с ним полезно разобраться, как же находить такой оптимальный код. Ну, например, рассмотрим строчку A, B, C, B, D. Тогда один из способов — это просто каждому символу присвоить свой код, состоящий из двух битов. Например, A закодировать как 0, 0, B как 0, 1, C как 1, 0 и D как 1, 1. Исходная наша строка содержала 8 символов, и код каждой строки — это 2 бита, поэтому закодированная строка будет содержать 16 битов. Более того, что совсем приятно, это то, что раскодировать ее совсем очевидно, такую строку. Ну, мы просто идем, читаем очередные 2 бита, вот, прочитали 0, 0, понятно, что это A. Прочитали 0, 1, следующие 2 символа — это B. Прочитали 0, 1, прочитали 0, 0, опять, прошу прощения, получили A, ну и так далее. В общем, раскодировать такую строку, когда код так называемой постоянной длины, то есть у всех символов коды одинакой длины, совсем просто. Мы читаем блоки битов и раскодируем их. С другой стороны, по этому примеру видно, что буква A входит гораздо чаще, чем, например, буква D. То есть буква A входит 4 раза, а буква D входит всего 1 раз. Поэтому возникает такая естественная идея попытаться таким частым символам, в нашем примере букве A, присвоить более короткие коды. За счет того, что более редким символам присвоить более длинные коды. Например, можно было бы сделать следующим образом. Букву A закодировать кодом 0, букву B закодировать кодом 1, 0, C — 1, 1, 0, а D — 1, 1, 1. Давайте посмотрим, что бы тогда получилось. Вот A мы заменили на 0. Ну, в общем, получилась бы такая строка, понятно, как она получилась. Она содержит 14 битов. То есть это короче, чем 16 битов. Получился более оптимальный код. Вопрос только, действительно ли это код? Действительно ли мы можем раскодировать? Ну вот в данном конкретном случае — да. Давайте разбираться, как же это произойдет. Вот мы читаем эту строку слева направо и пытаемся понять, что же нам дали за символ. Вот сначала прочитали 0. В этот момент мы понимаем, что это код символа A, просто потому что никакой другой код на 0 не начинается. Итак, мы пишем A и понимаем, что вот этот символ мы уже прочитали. Следующий бит — это единица. Когда мы прочитали единицу, мы пока не понимаем, чей это код. Мы видим с вами в нашем игрушечном примере, что это код либо буквы B, либо C, либо D. Но чей конкретно, еще не понимаем. Дальше прочитали 0. То есть прочитали 1, 0. И в этот-то момент мы понимаем, что это буква B, потому что все остальные коды на 1, 0 не начинаются. Они начинаются на 1, 1. Итак, это B, и мы прочитали вот эти символы. Ну и так далее. Вот теперь давайте сформулируем, что же нам помогло в данной ситуации так однозначно это декодировать. Помогло нам вот такое вот свойство. Код, который здесь приведен, он является беспрефиксным. Это означает, что ни один код символа не является префиксом кода другого символа. Это означает, что когда мы будем читать коды, мы всегда однозначно будем понимать, что же у нас за символ. Надеюсь, по примеру уже было немножко понятно, но сейчас будет еще один пример, по которому станет совсем понятно. Итак, давайте все ту же строчку рассмотрим и рассмотрим наш беспрефиксный код, оформленный в виде вот такого вот дерева. Дерево задает код следующим образом. Дерево у нас строго двоичное. Это означает, что у каждой вершины либо 0 детей, либо ровно 2 ребенка. Соответственно, каждый раз, когда мы идем влево ребенка, мы представляем, что это соответствует 0, а когда направо, то это единица. Вот, например, букве А здесь соответствует код 0, поскольку когда мы идем от корня к вершине А, мы просто читаем 0. Букве С соответствует код 1, 1, 0. Это то, что мы читаем на пути от корня к этой букве. Предположим теперь, что вот именно так задан нам код, он, конечно же, будет беспрефиксным, поскольку все вершины у нас расположены в листах, и мы не может случиться так, что на пути к одному листу мы пройдем через другой лист, правильно? Это как раз и означает, что ни один код не является префиксом другого. Тогда декодирование может быть устроено следующим образом. Мы читаем нашу битовую строчку. Изначально мы находимся просто в корне нашего дерева. Итак, встаем в корень и начинаем читать строчку. Прочитали 0, видим, что пришли в лист. После этого мы просто выводим символ А и возвращаемся в корень. И продолжаем читать. Прочитали единичку, передвинулись в соответствующую вершину. Это не лист, поэтому продолжаем читать. Читаем дальше. Прочитали 0 и видим, что попали в лист. Это означает, что можно напечатать B и вернуться в корень. Ну и продолжая таким же образом, мы выведем следующие символы. То есть дальше мы спустимся вот сюда, вот в 0. Спустимся в А, прочитав этот 0 и напишем здесь А. Дальше начнем спускаться вот сюда. Прочитаем единицу, окажемся вот в этой вершине. Дальше прочитаем 0, окажемся в вершине B и можно будет написать букву B. Ну и так далее. То есть понятно, что такое представление кода удобно и для кодирования, и для декодирования. Продолжение следует... Продолжение следует...